Крошево делается из зеленых листьев, капуста, которые не закрываются. Добрый день, мы в Великом Новгороде, в ресторане «Галерея» и гостинице «Парк Ин». Шеф ресторана «Галерея» Михаил расскажет нам о серых щах с крошевым коленом новгородском плюе, который потом распространился по территории всей бывшей новгородской республики. Что такое крошево? Крошево делается из зеленых листьев, капуста, которые не закрываются. Знаете, в основном, которые обычно выкидывают. Обычно выкидывают, либо используют на корм для домашних животных. Вот в Новгородской области, видно очень давно, люди придумали делать из них крошево заготовку на зиму. Там их пласят, пересыпают листья мукой. Она дает процесс брожения, используют соль. Если в нашей укроши использована морковка при закваске, и лук. И почему они называются серыми? За счет того, что крошево такая серая масса получается, они в отличие из щей и свежей, они сероватого цвета. Я использую свиную рульку. В основном все варят их на мякотике, на свинину, на говядину. В моем рецепте используется рулька. Мы не будем показывать вам процесс приготовления блюда целиком, потому что он занимает довольно долгое время. А мы покажем вам основные этапы, чтобы вы понимали, как это готовится. А рецепт мы разместим у нас на сайте. Помимо того, что там у нас, я как сказал, морковка идет в саму закваску, я еще морковку и лук обжариваю дополнительно туда. И самое первое, это надо поставить вариться, конечно, в рульку. Это надо сделать хороший наваристый бульон, это занимает где-то порядка трех часов. Бульон вы варите только из-за мяса, никаких овощей? Здесь мы нет. Сейчас я покажу процесс обжарки. Да, нарезка у меня идет полусоломкой. Скажите, пожалуйста, а вот крошево, оно готовится к тому же рецепту, что и квашеная капуста, остальные части капусты нет? Очень похоже. Существует много рецептов закваски капусты, но с мукой, как крошево, не так часто используют муку. А, то есть муку специально добавляют в крошево, а почему? Потому что листья жестче. Да, листья жестче. И дают ей бродить, и примерно раз в трое суток открывают и прокалывают, чтобы там воздух не ходил. Даже самую массу. Да, самую массу. После того, как она вот настоится, эти листья, их крошат. Крошево, это потому что она раскрошена. Вот отсюда и идет название. Обжариваем морковку. У нас уже проварилась рулька. Мы опускаем теперь туда. Прямо вот так? Да, уже туда прям. Крошево, оно даже заквашено, но оно очень жестковато. Ему тоже надо повариться. Крошево, его готовили специально для щей. Так его, как закуску, не используют? Ну, я не встречал. Я знаю, что крошево используется только для приготовления щей. Где вы берете крошево? У меня много сотрудников, которые живут здесь. Поговорив со своими поварами, у меня есть женщина, которая там, скажем, более взрослая. Они занимаются заготовкой себе. Это у них в своей частной номере есть, да? И я приобретаю на них. То есть, это до сих пор живо? Да, это живо, да. Это не где-то там на заводе. Это куплено у хозяйки, которые занимаются этим непосредственно. Мы сейчас обжарим морковочку вместе с луком. И плюс еще здесь мы используем картофель. Картофель закидывается целиком. Потом, когда крошево готово, оно выкладывается на блюдо, и картофель разминается. После того, как мы сварили бульон, да, где-то спустя 3 часа, у нас картофель вместе с крошево провалится где-то еще минут 30 сортов. Морковку с луком мы обжарим дополнительно, да? Ее тоже можно закинуть сразу. В этом супе не надо соблюдать прям точную нарезку, чтобы все ровно было. Здесь это домашние щи. Здесь важен вкус. То есть, ничего сложного, главное только найти крошево или сделать салон. Да, но есть крошево, еще делают так, делают закваску и засыпают солью. Получается, что крошево на зиму очень соленое бывает. Надо попробовать, может быть, его придется промыть водой. Подсолить можно сразу, добавить перца. А какая нужна мука, жена или техничная? Жена. Вот поэтому процесс приготовления этих щей достаточно долг. Ну, в принципе, любой суп, чтобы сварить хороший, да, любой суп, как наш русский, там борщ, солянку, щи, надо варить не менее, только один бульон варить не менее 2-3 часов. Можно сварить за час, но это будет ненасыщенно. Вот, все, мы обжарили морковочку и добавляем. И теперь у нас это будет вывариваться. Вот, щи из крошева, в принципе, как обычный любой русский суп, должен быть густой. Я варю суп так, чтобы поесть первый и второй сразу. Вот, все, мы это оставляем. И они тоже становятся вкуснее, они оставляют? Да. Мы показали вам в основном, как готовится щи. Михаил потом доготовит. Доготовит, да, потом. Доготовит, да. А мы уже загреем. Ну, уже готово. Загреем. То есть, это еще надо просто ждать минут 30-40. Ну, минимум. Минимум, да. Все, у нас щи закипели. Вот обратите внимание, да, что цвет у них серый. Ну, достаточно такой сметаны, да. И зелья. Серый щи из крошева. И родина серый щи, и великий Новгород. Очень вкусно. Похоже, даже не из капусты, а как будто там еще щавель добавили. Нет, это вот именно вкус такая дает за закваска. А я просто не могу остановиться, я не укушу ничего, пожалуйста. Приятного аппетита. Спасибо. Скажем так, что похмелье они не помогут. Ну, как сказать, не знаю. Мне кажется, это уже особенности организма.